Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Батия. И сегодня мы будем читать 39 главу этой книги. Она начинается словами Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измалитян, приведших его туда египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Таргуман Келоса предлагает другую конструкцию этого предложения. Иосифа привели в Египет, и там египтянин по имени Патифар, сановник фараона, начальник палачей, купил его у арабов. Ну, измалитяне и арабы – это синонимичное понятие. Существовало мнение у некоторых экзегетов, мы об этом уже говорили, что юного Иосифа покупает Патифар как некую сексуальную игрушку. Вот такая точка зрения, она существовала. Но, конечно же, Господь защитил Иосифа Прекрасного. Поэтому следующий стих начинается решительными словами. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина». Вот это уточнение, что он жил в доме египтянина, это как чудо. То есть он мог жить в доме египтянина. Он бы не смог жить в доме египтянина и сохраниться в своей целостности, если бы Господь не был с ним. Поэтому здесь мы прочитали «И был Господь с Иосифом, и жил он в доме египтянина». И господина своего египтянина. Египтянин Мицераим в понимании древних евреев – это символ как бы некой такой преисподней. Это действительно была такая оккультная цивилизация, тираническая цивилизация, которая все использовала для своих каких-то гедонических устремлений. «И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». И существует такая легенда, сказка, которая как бы иллюстрирует вот эти слова, которые мы прочитали. «Господь в руках его дает успех». О чем это? И вот такая легенда есть красивая, что Патифар одно время стремился как-то придраться к Иосифу. И он говорит ему, дай мне холодной воды. Тот наливает холодную воду. Но он еще не успевает подать Патифару. Тот говорит, дай мне горячую. Он дает, она уже горячая. Или он говорит, дай мне сока. Он наливает сок. Еще не передал в руку хозяина. А тот говорит, я же просил вина. Он дает, говорит, на, пей это вино. То есть это были как бы такие чудеса. Ну, это, конечно, красивая легенда, но очень красивая, чтобы о ней промолчать. Что он делает, Господь в руках его дает успех. То есть в руках его как бы происходит изменение того, что находится в них. Далее мы читаем. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. Конечно, это не без чудес, чтобы египтянин Мицераим с благоволением смотрел на еврея, как он служит ему. И он, то есть Патифар, поставил его над домом своим и все, что имел, отдал на руки его. Все, что имел, по-еврейски, «веколь еш ло». Это буквально можно перевести как «все есть у него». То есть у этого ребенка, 17-летнего, которого бросили в яму, с него сняли одежду. Его продали в рабство, его перекупали разные рабовладельцы. Он оказался в доме, где была опасность для его целомудрия. Но все оказалось в его руках. И с того времени, как он, то есть Патифар, поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Может быть, с какими-то своими злыми целями. Иногда берут верующих на работу. Но потом замечают, что через верующих приходит благословение на целый бизнес. И люди начинают менять отношение к верующим. И оставил он все. То есть Патифар оставил все. Ему не надо ничем заниматься, потому что этот расторопный юноша еврей успевает все делать в свое время. «И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел». «Иосиф же был красив станом и красив лицом». Что значит «и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он, то есть Патифар, ел». Есть такая точка зрения, что речь идет о жене. Но об этом говорится иносказательно. То есть это один из семитских эфемизмов. Есть собственный хлеб. Это вот собственная жена. И действительно, если он все передал уже Иосифу «веколь ешло», но, конечно, жена Патифара остается неприкосновенной. Абсолютно неприкосновенной. И вот эта фраза «Иосиф же был красив станом и красив лицом», о чем это? Красота – это красота наших девиц и наших юношей – это зона риска. Потому что грех, грешники с особым вожделением смотрят на красоту наших дев и наших юношей. Красота – это зона риска. И мы должны оберегать целомудрие наших детей и понимать это. Мы любим восторгаться красотой наших детей, собственных детей. Но при этом мы должны понимать, что красота – это действительно зона риска. Потому что на них прежде всего будут обращать внимание похотливые люди. И так и происходит в случае с Иосифом. Писание говорит, Иосиф же был красив станом и красив лицом. И сразу после этого и обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала, спи со мною. Спи со мною. Любой чиновник крупный, особенно такой, как Патифар, он должен был иметь жену, даже если не особенно стремился к общению с ней. Это как бы часть того порядка, который царил в их мире. И вот эта женщина, жена господина Иосифа, она говорит юноше, спи со мной. И он отказался и сказал жене господина своего. Почему здесь повторяется, что он говорит жене господина. Мы и так это знаем из 7 стиха. Он понимает, что нельзя с одной стороны спать с чужой женою, а если это жена твоего господина, тем более ты же здесь на положении раба, здесь смертельная опасность. И он отказался и сказал жене господина своего. Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Но мы читали, кроме хлеба. Нет больше меня в доме всем. Патифар поставил его главным в доме. И он не запретил мне ничего, кроме тебя. А ранее мы читали, кроме хлеба. Поэтому, возможно, что хлеб – это эфемизм. Кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Вот смотрите. Иосиф рассуждает очень интересно. Это грех против собственного целомудрия. Это грех против чужой жены. Это грех против господина, это грех против Бога. То есть, как бы, повзрастающий. И последняя причина, она самая главная. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Что значит «пред Богом»? Имеется в виду, как бы, в присутствии Бога. В присутствии Бога. И в еврейском народе была такая притча. «Если хочешь не грешить, помни, что над тобою око видющее, ухо слышащее и книга, в которую записываются все деяния твои. Ведь все мы живем в присутствии Бога, Который вездесущ и всезнающий». «Когда так она ежедневно говорила Иосифу, имеется в виду, когда ее муж отсутствовал, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, и никого из домашних тут в доме не было». Есть такое предание, что был какой-то языческий, религиозный праздник, и все ушли на празднество. Ну, а так как Иосиф, он еврей, его никто не пригласил, а жена Патифара, она сослалась на то, что она заболела. Она поняла, что это шанс, она останется в этом дворце, в этом доме один на один с Иосифом. А никого из домашних тут не было. Она схватила его за одежду его и сказала, «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Иосиф прекрасный, Иосиф премудрый, в отличие от нашей молодежи, бегал не за блудом, а бегал от блуда. И он убегает, она схватила его за одежду его, в Египте очень жаркий климат. И одежда в те времена была настолько простая, судя по тем фрескам, которые сохранились, что если схватить за одежду, человек вырвется, то он останется абсолютно нагим. Она схватила его за одежду его и сказала, «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Он голый, убегает от нее. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее, и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так, «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами, он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом». Но выше мы прочитали, а никого из домашних тут в доме не было. Кого же она кликнула? Эта борьба с Иосифом Юным продолжала значительно долго, и домашние стали возвращаться после праздника, и она начинает кричать, кликнула домашних своих и сказала им так, «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами». Слово «еврей» – это некие бродяги в понимании египтян, которые бродят на отрезке земли между Ефратом и Египтом. Между Ефратом и Египтом. Ну, то, как сейчас воспринимают бедуинов, вот так тогда в Египте воспринимали евреев. Египетская цивилизация тогда была доминирующая цивилизацией, если хотите, цивилизацией гегемон, но она была оккультной, магической цивилизацией. Грех был возведен на педестал. И вот она кричит на Иосифа. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричал громким голосом. Она продолжает кричать. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою, как будто он сам снял эту одежду, и побежал, и выбежал вон. То есть это выглядело очень правдоподобно. Юный Иосиф на гешон бегает, она может предъявить одежды его и оставила одежды его у себя до прихода господина его в дом свой. Иногда обвинения против религиозных верующих людей выглядят как что-то убедительное. И здесь действительно все налицо. Вот одежда, вот голый юноша, который прячется там по кустам, бегает, вот свидетельница, которая рассказывает, что происходило. Но мы знаем, что любое слово верно при устах двух-трех свидетелей. И помните, когда Господь хотел уничтожить Содом и Гоморру, Он сказал, пойду и посмотрю, точно ли это так, каков вопль на них. Разве Богу надо куда-то идти и смотреть? Он вездесущий, Он всезнающий. Этим самым Он создал прецедент не верить на слух, даже если это вопль как бы потерпевших. Вот если в случае с Содомом и Гоморрой, то действительно был оправданный вопль, а здесь она вопит, она вопит, и к ней относятся с доверием. На Востоке считается, что так как обвинения в сексуальных преступлениях наиболее часто распространяются, именно для того, чтобы дискредитировать людей, это такой легкий способ дискредитировать, то свидетелями должны быть люди не два-три человека, а четыре человека. И они должны быть достоверными свидетелями, которые бы видели, как ведро опускалось в колодец. Ну, понимаете, это такой эфемизм. В противном случае это может быть провокация, это может быть все, что угодно. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой и пересказала ему те же слова, говоря, «Раб, раб – это значит не человек, это вещь, еврей, какой-то бродяга, бедуин, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною, но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Почему она так жестоко себя ведет? Она разозлилась. Это был день, когда у ней был шанс, и она распалилась, она была уверена, что юноша никуда не денется, переспит с нею. Когда господин его, то есть Иосифа, услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мною раб твой», тут она как бы вину перекладывается на мужа, «то воспылал гневом». Воспылал гневом. На самом деле здесь очень сложно определиться, на кого он воспылал гневом. древние экзегеты допускали, что он воспылал гневом на свою жену, потому что он ее знал. Но есть более простое объяснение. Он гневом воспылал на Иосифа, которому он оказал крайнее доверие. И тот как бы не оправдал совершенно этого доверия. «И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя». И был он там в темнице. Есть точка зрения, которую я озвучил. Патифар просто понял, что если он Иосифа оставит, она все равно что-нибудь придумает, его коварная жена Патифара. И он его отправляет в темницу, но где заключены узники царя. Ну как-то можно раба бросить в темницу, где заключены царедворцы. Это такая привилегированные темницы, и каждый бы раб мечтал бы попасть в такое место. Поэтому здесь сложная ситуация. «И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице. И Господь был с Иосифом». Мы уже эту фразу встречали. Господь все время с Иосифом. Господь с Иосифом, когда он юный, дома. Господь с Иосифом, когда он идет по пустыне к братьям и встретил его некто, то есть Господь послал ангела, чтобы тот указал ему направление, Господь с Иосифом в рабстве, и сейчас и был Господь с Иосифом в темнице. И простер к нему милость Господь, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившиеся в темнице, и во всем, что они только не делали, он был распорядителем. Есть истолкование, что Патифар и был этим начальником темницы, потому что можно понять его положение как палача, который работает в царской темнице, и как человека, который занимается какими-то хозяйственными делами. И Иосиф стал распорядителем темницы, начальник темницы, и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он делал, Господь давал успех. Итак, мы видим, что Господь промышляет о своих, которые преданно служат ему. Он не оставляет их нигде, ни в рабстве, ни в темнице. Он от юности до старости ведет их теми путями, какими он их ведет, потому что Бог наш есть тот, который милостивый и милосердный, и человека любивый. И вот история с Иосифом прекрасным, с Иосифом премудрым, это история тенейджера, когда он появляется на страницах книги Бытия второй раз, 17-летний, который был отроком, и как он жил в Египте, как он был в рабстве, как он был в темнице, как он оказался во власти, он все равно оставался все тем же Иосифом, верующим сыном своего верующего отца патриарха Якова. Он не менял своих религиозных качеств, поэтому Господь всегда и везде был с ним. Друзья, чтобы вам не пропускать новые беседы на библейском портале Экзегет, подписывайтесь на наш портал, чтобы вовремя получать сообщения о новых беседах. Спасибо всех, Господь! Господь!